Заботиться о людях, желать всем счастья, добрую позицию в сердце вырабатываешь. Не раздражение, что меня все достало здесь, а добрую позицию. Принимаешь жизнь туда, куда ты приехал. То тогда сразу же ты получаешь хороший контакт с окружающими людьми. Удача начинает действовать на тебя. Если ты память о Боге культивируешь, тогда высшая удача уже. Высший замысел. Господь включает тебя в свои планы. Он на тебя рассчитывает. Это называется жизнь для Бога. Или служение Богу. Это высшая цель человеческой жизни. Если Он тебя начинает включать в свои планы, выше ничего нет в жизни. Самая главная цель. Самое лучшее, что можно. Это от бескористия все это. Изучайте жизни святых. Того же святого Франциска тоже. Как он жил. Бог организовывал его в жизни. Мать Тереза. По замыслу Бога все в ней происходило. Поизучайте. Не обязательно быть такими людьми. Достаточно чуть-чуть развернуть свое сознание. И уже намного легче станет жить. Даже если взять, допустим, развитие человека. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube. Поставить лайк, комментарий. Задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми. Потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Есть горизонтальное развитие, как все живут. То есть выучиться, много работать для того, чтобы постепенно поднять свои возможности в жизни. Все так живут. То есть сначала выучился, потом упахался. Это самый неэффективный способ развития. Эффективный это оторвать себя от желания максимального достатка. Есть такое понятие достаток, достаточный для жизни. Это и есть золотая середина. Вот ты не то, что это не значит всю жизнь так будешь жить. У тебя будет все хорошо. Но мы сейчас говорим о развитии. Сделай себе достаток, с достаточной для жизни. Большего не желай. И дальше включайся в работу над собой. Начинай изучать, как правильно жить. Работать над собой. Развивайся. Качества человека определяют его возможности. Качество это что такое? Это любовь к людям. Щедрость. Проницательность. Решимость. Ответственность. Доброта. Простота. Трудолюбие. Законопослушничество. И так далее. Качество. Человек привлекают. И повышают статус его в жизни. Когда у человека много качеств, это называется благочестие. Его замечают. Старший видит, кого брать на работу. Начальником кого брать. Просто так люди не берут. Чувствуют качество. Светится качество. Из человека вылазит. Качество развиваются через разум. У разума есть три направления развития качества. Это зависит от настройки человека. Есть всего четыре типа бескорыстия основного в этом мире. Первый тип бескорыстия. Знания спасут мир. Там первая категория людей. Настройка. На то, чтобы учиться, давать знания. Это тренера, адвокаты, священники, ученые, учителя, врачи и так далее. Какие качества развиваются у таких людей? Смирение. Твердость духа. Послушание. Уперство в учебе. Осознание истины. Сострадание. Желание помогать людям. Качества основные. Вот этой категории людей. Какой вы категории, вы узнаете, когда разум начнете развивать. Вы уже развивали себя много жизней подряд. У вас только одна из четырех категорий. Вы не можете быть другими. У всех только четыре. Потому что всего четыре концепции жизни есть. Вторая концепция. Это не знание спасет мир. А правильное устройство мира его спасет. Первая концепция. Человек живет ради знания. Вторая концепция ради людей. Первая концепция. Разум верхний работает у человека. Вот этот вот светофорчик включается. А вторая концепция. Средний разум работает. Любовь. Но любовь плюс знание. То есть это вторая категория. Это правители. Люди, которые... Цель человеческой жизни их заботится о людях. Давать людям законы, защиту, устройство в жизни, заботу. И у них другой уже характер. Они рождаются смелыми, ответственными, влиятельными, сильными людьми. Чувство собственного достоинства у них стойкое. Непреодолимое. Они хотят побеждать, преодолевать трудности всегда. Выстоять хотят. Отстоять право на власть. Если у людей первой категории, у них слава, как бы за ними идёт, их испытывает слава, то второй категории людей испытывает власть. Они хотят власти. Если получают её, она их портит. Или если они используют власть на благо людей, тогда она их обогащает. Становятся ещё более душевно богатыми такие люди. У них благочестие растёт от этого. Благочестие – это и есть удача. Благочестие – это сила, разворачивающая чувство собственного достоинства в сторону жизни для других. И оно привлекает. Почему удачу? Потому что такой человек становится привлекательным. Благочестие привлекает, приманивает всех в себе. Светится этот человек. Необычно его видно. Вторая категория – люди, они ищут, они изучают законы. Они за правду. Первая категория – за доброту, вторая – за правду. Они сострадательны тоже. Но у них не сострадание, скорее, а желание помогать людям, заботиться, защищать их. Опасные качества первой категории – это гордость собой, а второй категории – властность или желание эксплуатировать людей. Это их опасная черта, которая разрушает их жизнь, уменьшает благочестие. Благочестие, когда становится мало, человек теряет свое положение. Еще может быть наказано, если он очень высокое положение занимал, но неправильно его использовал. Он может вообще сесть в тюрьму там или погибнуть от этого. Третья категория – люди считают, что богатство или достаток спасет мир. Это тоже находится зона любви к людям. Это тоже зона любви к людям, третья категория. И такие люди, они по природе очень любят людей общительные, дружелюбные, расчетливые. Знают, как привлечь деньги. Это бизнесмены. Щедрость – это их качество, которое их спасает, а жадность, которое губит. У них легкий характер внутри. Не склонны заботиться о ней. Они должны строить дороги, школы, помогать людям, кормить всем. Это их природа, которая дает им удачу. Итак, что такое развитие человека? Люди в этих трех категориях развиваются. У каждого свое. Надо понять свою природу. Через духовную практику человек без корысти, когда включается, у него достаточно сильно в жизни. Разум начинает работать, и сразу же природа человека начинает просыпаться. Она не просыпается, пока не включен разум. Человек находится на умственной платформе, он действует по своим способностям, не по природе. Он зарабатывает деньги нормальные, но его не удовлетворяет такая жизнь. Но если человек хочет глубокого удовлетворения от жизни, тогда надо развивать разум, а не больше пахать. Надо включаться в самосовершенствование, учиться молитве, аскезам, работе над собой, режиму дня, правильному питанию. Питание сильно влияет, например, мясо рыбок человек ест, у него эгоизм очень сильно поворачивается на желание хватать. Животные инстинкты увеличиваются, а бескорыстие уменьшается. Эта пища не способствует включению разума. Ее надо уменьшить или убрать в жизни. И это же поможет быть здоровым. Эльжим дня надо правильно соблюдать. На ночь питание не способствует развитию разума. Итак, благочестие – это сила, которая меняет достоинство человека. Что такое достоинство? Это влияние на других людей. Как оно выглядит? Мы можем видеть человека. Он выглядит достойно или нет? Привлекательно или нет? Противно или любимый? Интересный или неинтересный? Ценный или неценный человек? Это достоинство. Устойчивый или неустойчивый? Важный в моей жизни – не важный. Любимый, нелюбимый. Это все достоинство. Оно является индикатором удачи в жизни. И оно является также индикатором нашей судьбы, нашей жизни. Оно определяет, как мы будем жить. Достоинство человека. Мы воспринимаем слово «достоинство» как уверенность в себе. Это неправильная позиция. Достоинство – это такая сила, которая оценивается только Богом. Вот смотрите, допустим, часто говорят, верь в себя. Вера в себя помогает успеху или нет? Да. Как вы понимаете? Кто сказал «да»? Ну, как вы понимаете это? Ну, вот, допустим, вот смотрите. Допустим, я верю в себя. Здравствуйте, дорогие друзья! И рад вас всех видеть. Мы к вам приехали на час. Вам крупно повезло. Ну-ка, все вместе уши развесьте. Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы. Вера в себя. Давайте разберемся. Видите, вы неразберные разобрались. Вы как бы говорите о чем-то. Вы правильно говорите. Но глубоко не понимаете тему. Вот смотрите. Чувство собственного достоинства так называется неправильно. Это не чувство собственного достоинства. Это чувство, которое может прийти от себя, а может прийти от Бога. Есть такое понятие самоуверенность. Это хорошее понятие или нет? Нет. Это понятие, которое человека делает неудачником. Он, этот человек, не способен увидеть истину. Он очень заморочен. Он не способен понять, как правильно. У него есть мнение, но оно не отражает суть. Часто такие люди сгорают от препятствий каких-то, которые перед носом находятся. Они их не видят. То есть, собственное достоинство должно быть сильным, обязательно. И в чем заключается его сила? Вот есть душа, а сзади сверхдуша есть. Сверхдуша – это сам Господь. Это представительство Бога. Мы называем его совестью еще. Чувством истины изнутри. Чувством счастья изнутри. Есть глубокое счастье. А есть счастье, которое идет от души, от судьбы. Вот в судьбе все хорошо, вот здесь, в этом шарике. Какой вид счастья это вызывает? Ощущение такое блаженство, покоя, уюта. Так все хорошо, понимаете? А есть счастье, осмысленное глубокой жизни. Вот это счастье не наше. Оно идет от Бога. Господь тебе говорит, ты молодец. Правильной дорогой идете, товарищи. Господь в сердце, из сердца дает такое знание. И вот это вот чувство, которое идет от Бога или от совести, это чувство приносит тот вид веры, который формирует правильное достоинство человека. Он чувствует, что он правильно живет. Его невозможно сказать, что если ему даже все скажут вокруг, ты не прав. Он все равно из сердца чувствует, что он прав, что правильно живет. И это достоинство формирует Господь в человеке. И это достоинство связано с верой. Не в себя, а в Бога. То есть вера в Бога формирует истинное достоинство, правильно? Человек может быть величественным. Но не потому, что он хочет быть величественным. Он скромный сам по себе. Но Господь через него показывает, смотрите на этого человека. Это величественный человек. Святой человек, он себя выпячивает наружу или нет? А его видно? Почему его видно? Потому что так хочет Господь. Он говорит, смотрите, вот идет. Он сияет, этот человек. От него исходит сила. Все привлекаются им. Так? Это собственное достоинство или не собственное достоинство? Мы называем это собственным достоинством. Это факт, что это достоинство. Но вопрос, откуда оно идет? Оно идет от Бога. Это Бог решил представить человека. Теперь давайте разберемся в поведении. Уверенность. Это хорошо или плохо? Хорошо. Вопрос, откуда оно идет? Если ты соблюдаешь все заповеди, дает тебе уверенность. Ты действуешь уверенно, потому что ты честный человек. Ты же честный. Но если, допустим, ты нагрешил и пытаешься действовать уверенно, это обман уже. Тебе надо в это время раскаиваться. И если ты раскаешься, опять тебе уверенность внутри придет. Если человеку говорят, ну че ты такой весь несчастный? Он говорит, да я нагрешил, я раскаиваюсь. Надо все равно улыбаться. Делай вид крутой. Ты не будешь успешным, если ты себя слабо держишь. Но это не слабость. Когда человек признается в ошибках, это не слабость, это сила. И опять Господь радуется в сердце. И опять человек виден как сильный. То есть это достоинство, это не собственное достоинство. Это оценка нас Богом. И это связано с совестью. Поэтому живите по совести. И тогда тебя будут правильно оценивать люди. Они никогда не ошибаются, люди. Они всегда тебя увидят все равно, потому что им знание тоже Бог дает внутри. А Бог про тебя все знает. Ты ничего не скроешь. Если человек совершает грех, сразу оценка его другая. Все смотрят, видят по-другому. Как бы он не выпендривался. Все все увидят. Ничего мы не сможем изменить. Ничего вдушить людям не сможем. Ничего не сможем скрыть. Ничего не сможем доказать. Все видно. Муж изменил, жена видит. Поменялось поведение. Он чувствует, он по-другому себя ведет. Все. Нет любви, нет отношений. Какой-то внутри тревога за человеком. Господь показывает. Чувство собственного достоинства надо всегда беречь. Когда человек ломается, у него теряется удача. Что значит ломается? Он не верит, что у него все будет хорошо. Вот как вы думаете, Бог хочет, чтобы вы были успешными? Насколько сильно? Сильно хочет. А как выглядит успешный человек? Достойный. Счастливый. Достойный. Успешный человек не может выглядеть слабо. Он чувствует в себя силу внутри себя. Эта сила идет от Бога. Богатый человек. Мы можем взять примеры, допустим, выдающиеся людей, изучать их, смотреть. Допустим, взять Али. Это первый Халиф после Мухаммеда, его родственник. Держащий родственник, спутник его. Он был умолномоченной личностью. И он не был воином. Он умел сражаться, но он не был вот прям вот всю жизнь не посвящал. Как воины, некоторые целыми днями тренируются. У них прекрасные доспехи, навык в бою, храбрость, сила. Не все у них есть. Но Али был непобедимым воином. Потому что такова была воля Бога. И когда сражение начиналось, то предлагали сразиться каким-то двум воинам, чтобы поднять боевой дух и проверить волю Бога. Кто победит? Обычно это совпадало. И выходил, и всегда все просили Али выйти. Он выходил без доспехов, только с одним щитом, мечом. Выходил могущественный воин навстречу. И Али говорил, ну ты признаешь, что Аллах это Бог. Я больше от тебя ничего не надо. Убивать тебя нет желания никакого. Тот говорит, что ты со мной разговариваешь? Мы сражаться пришли. Он говорит, я буду сражаться. Но сначала ты признаешь, что Аллах это Бог. И все нормально потом будет у тебя в жизни. Ну, тот начинал сразу его махать мечом, пытаться убить. Тот как бы просто ставил блоки, не давал. И проповедовал какое-то время. Али бил только один раз. Это было много раз. Он убивал сразу. Он говорил, ну все, теперь мне придется тебя убить. Он замахивался, и тот ничего не мог сделать. Ну, и уничтожал. Потому что тогда была такая воля Бога. Уполномоченная личность. Чувство собственного достоинства зашкаливало. Оно было на такой высоте, что он выходил, и все у всех подкашивались колени. Хотя он не был воином. То есть, откуда эта сила шла? От Бога. Или взять Давида. Ну, Давид вообще был просто пастухом. Причем, он был младшим сыном. Когда пришел пророк, чтобы он нашел человека, у которого сын должен быть следующим царем Израилевым. Он пришел. У него было несколько, там, 9, что ли, или 8 сыновей. Я уж не помню сколько. Много сыновей. И он показывал своих старших сыновей. И он говорит, нет, это не этот. Нет, не этот. Нет, не этот. И тот говорит, у меня уже больше нету сыновей. Тот говорит, ну, у тебя есть же еще один сын. Он говорит, ну, это младший сын. Он пастух у меня пасет. Он совсем никакой. Он не может быть царем. Он говорит, ну, покажи мне его. Пришел Давид, поэтичный такой. Стройный юноша. Ну, вообще не воин, не царь. Понимаете, просто вот такой очень симпатичный, стройный. Вот. И он говорит, вот это он. И сразу налил масло на голову. Помазанником. Стал Божий. И потом такая ситуация была, когда на евреев один великий воин непобедимый сказал, ну, давайте мне ваших. Как это он пришел к воротам города и сказал, давайте, посылайте мне воинов, будем сражаться. Филистимлянин такой был очень могущественный, непобедимый. И всех воинов он убил. И они боялись уже им посылать следующего. Не знали, кого послать. А Давид тогда еще не был царем. Просто прислуживал царю. Он как попал вообще в дворец, он просто играл хорошо на, по-моему, на третий, что ли, на чем-то еще, я не помню. Вот. И царь не мог спать. У него была бессонница. И он ему как бы играл, тот засыпал. А по-другому никак не мог заснуть. И он при дворе его держал при себе. А Давид уже в это время был помазанным. Это он, никто не знал, что он был следующим царем. Когда была вот эта ситуация, он сказал, ну, можно я пойду с ним сражусь? Все обалдели. Говорят, ты, ты вот меч умеешь держать в руках? Я нет, я умею камни бросать. Все полгорали. Он настаивал. И тогда ему сказали, ну, мы не можем тебе запретить. Иди, хочешь умиреть, умри. Вот. И он пошел. У него не было доспехов. У него в руках был камень. Я не знаю, то ли на веревочке там он вращал, то ли так кинул. Никто не знает, уже сейчас сложно сказать. Но точно известно, что тот воин, когда он встал, он просто с осминку чуть не упал. Он говорит, вы кого мне послали? И тут говорит, берегись. Я посланник Бога. Он говорит, ну, давай. Поднял щит, поднял меч. Тот бросил камень, попал ему в переносицу. Наверное, смерть. Все. Сражение закончилось. Один бросок камня. Мы с вами что изучаем? Мы изучаем чувство собственного достоинства. Откуда у человека такая сила взялась внутри? Что он к непобедимому великому воину? Идите сейчас к воину, выйдите. Кто согласен пойти, чтобы тебе рубанули в башке? Никто не согласен. Чего он поперся туда? Чего ему не хватало? Такова сила Бога. То есть, если Господь захочет, то проблем не будет. Что такое чувство собственного достоинства? Это сила, подкрепленная или собой, значит, действует судьба. Вот, допустим, женщина может быть очень красивой, влиятельной, чтобы выйти замуж? Может? Может. Она может соблазнить молодого человека? Может. Это чувство собственного достоинства чем подкреплено? Почему она такая красивая, чувствует себя хорошо? Чем она подкреплено? Ее благочестие. Чем больше благочестия у женщины, тем она влиятельнее, красивее. И тем больше она может повлиять. И она выбирает уже. Этот мне не подходит на меня, смотрит этот не подходит. Вот этот сейчас посмотрим. И он сразу в нее влюбляется. Ну, то есть, она может выбрать себе, кого хочешь. Ну, у нее такая сила благочестия, что она очень красивая, влиятельная. Она выбирает. Влиятельная девушка. Не приставайся. То есть, она контролирует ситуацию. Это называется ложное эго. Не истинное. Оно подкреплено хоть судьбой человека, но оно при этом... Человек опирается на себя. Если у такой женщины, девушки наступит плохая судьба, плохой период, никто на нее не посмотрит. Потому что плохая судьба сразу закрывает благочестие человека и все, и до свидания. Она красивая. Никто не смотрит. Или все смотрят, никто не берет замуж. То есть, благочестие, не подкрепленное Богом, не является полной гарантией человек. Судьба то хорошая идет, то плохая. Все меняется. Так? Но если эта девушка красивая еще молится, она настроена на служение Богу, она делает добрые дела, совершает. То есть, она настраивает свое эго в правильном направлении. То в этом случае тогда что происходит? Бог ей дает хорошего мужа? Что Бог только человека дает? Мы не можем сами ниточки эти создать. Между связи, между людьми Бог дает. Она входит в зону удачи. Если человек живет для Бога, по правилам, он входит в зону удачи. Удача начинает действовать в его жизни. И достоинство опирается не на себя, а на веру. Может на себя достоинство опираться. Это лучше, чем человек не опирается ни на что. Вот с этой точки зрения, что вы сказали, это хорошо. Если человек чувствует себя уверенно, это хорошо. Это лучше, чем чувствовать себя неуверенно. Мы об этом тоже много будем говорить с вами. Очень важно понять, что есть два типа уверенности. Один тип уверенности, это когда ты чувствуешь себя сильно и внушаешь себе это. Я хороший, я сам обаятельный, привлекательный. А второй вариант силы, это сила, которая приходит тебе в сознание из-за того, что ты живешь для Бога. Или для Его удовлетворения. Или по заповедям. Или как написано в законах священных. Ты стараешься жить правильно, по совести. И это делает тебе уверенность внутри. Это другой вид уверенности. Он более чистый, правильный, светлый. Он привлекает хороших людей. Потому что любое достоинство, это привлекательная сила. Есть, допустим, достоинство, которое привлекает низшие энергии. Это достоинство? Достоинство. Чувство, собственно, достоинства привлекает низшие энергии. Человек с такими низшими энергиями, он себе, мужчина, какую жену найдет? Тоже с такими же энергиями. Если достоинство идет от... Есть три типа достоинства. Есть достоинство невежественное. Оно связано в основном с половыми отношениями, с сексом. Есть достоинство страстное. Оно связано в основном с желанием, властью, славой, денег. Есть достоинство благостное. Оно связано с Богом, с совестью. И человек может выглядеть очень привлекательным. Он манит. Вот. Человек манит в себе. Он привлекательный выглядит очень. Мне рассказали, когда я был в Италии, лекции читал. Я поинтересовался ими. Потому что я энергию чувствую людей. А оказалось, что они очень благочестивые люди. Они там жертвуют нищим постоянно, заботятся обо всех. Вот. Такие люди очень светлые. Но эта песня не видно. По благочестию человек. Эго работает на чистоту. На счастье. На любовь. Но тоже популярность. Сильное влияние на людей. Но благостное уже влияние. То есть, есть разные энергии. Разные влияния. Благостное, страстное, невежественное. Но настоящее счастье, глубокое удовлетворение в жизни человек получает от чувства собственного достоинства, связанного с Богом. Это благостное, а потом даже духовным оно становится. Это уже святое чувство, собственно, достоинства святых. Это глубокое удовлетворение от жизни. И потом в следующей жизни райская жизнь. Потому что человек живет не так долго. Мы не думаем об этом. Но подумайте о будущей жизни. Если человек формирует благочестие в благости, то он уходит на высшие планеты или в духовную реальность потом. Если человек просто делает добрые дела, он выходит на высшие планеты и потом опять падает на землю. Потому что он гордится собой. Его благочестие не поддерживает его духовную силу. Но если человек делает благостные дела для Бога, для удовлетворения Бога, то он уходит на райские планеты и потом идет выше дальше. То есть, это правильно сформированное чувство собственного достоинства. Таким образом нужно учиться правильно жить, тогда удача в твоей жизни будет. Часто люди думают, что я правильно живу, почему нет удачи. Откуда вы знаете, что для вас удача? Удача это когда человек развивается. Вот Бог, допустим, видит, что вам деньги не принесут счастья, они испортят вас. Он не дает. Если вы становитесь достойными этого, он дает. Если тебя они ломают, не дает. Он заботится о тебе, потому что ты живешь для него. Если хочешь душу черту отдать, тоже нормально, можно попробовать. Тогда другие законы действуют на человека. Ему все Бог дает сразу, нет проблем. Человек всегда должен быть достойным. Как определить, как у меня потечет жизнь? Потому что ты чувствуешь о себе в сердце. Судьба ломает человека. Чувство собственного достоинства, оно может быть соединено с Богом. Это уверенная, сильная позиция жизни. Это значит, что человек побеждает. Уверенно побеждает свою судьбу. Бывает, что судьба побеждает человека. И тогда, даже несмотря на то, что человек верующий, он может жить правильно, хотеть. Но если он не побеждает судьбу, то он будет терпеть неудачу в жизни. У него будет неудачная жизнь. Давайте мы с вами разберем разные варианты движения, чувства собственного достоинства, ухода от контакта с Богом. Если чувство собственного достоинства идет вниз, означает унижение. Мы прям так и говорим. Я унизился, униженый человек. Почему человек унижается? Потому что он выше достоинства ставит что-то. Например, девушка не хочет терять мужа. Он изменяет ей и говорит, я от тебя уйду. Она говорит, не уходи, я тебе песенку спою. Вот. Он говорит, нет, мне пофиг. И она начинает унижаться. Она свою семью ставит выше своего достоинства. Как вы думаете, если она потеряла достоинство, она может сохранить семью или нет? Она унижена. Униженная девушка сразу перестает быть красивой. Потому что все качества человека, благочестие человека действуют через него. Только в том случае, если достоинство находится в нужной позиции. Оно связано с Богом. Ты не унижен. Ты сохранил себя. Вот, допустим, тебя бросает человек. Что надо самое главное в этот момент сделать? Ты его не отпустишь, не привяжешь, потому что это Бог делает. Самое главное, надо сохранить себя. Вот запомните формулу. Вас бросают, с работы выгоняют, депортируют, пытаются посадить в тюрьму, угрожают. Что надо делать? Сохранить себя. Молитесь. Совершайте аскезы. Делайте добрые дела. Оторвитесь от сильных мыслей в этом направлении. Судьба засасывает думанием. Если вы начинаете все погружаться в мысли, спать не можете, у вас теряется сила, вы разрушаетесь. Дальше удача уйдет из вашей жизни. Как только вы потеряете себя, достоинство выйдет из позиции, сильной позиции. Радостно мне, я спокоен, смертельно мое. Это сильная позиция означает. Достоинство в сильной позиции. Чтобы оно было в сильной позиции, для тебя нужна энергия. Вот почему радостно ему? Потому что он любит свою жену. И постоянно вспоминает о ней. Поэтому он чувствует, что знаю, встретишь с любовью меня, чтобы со мной не случилось. То есть, это тоже вера в Бога, только через чистую, светлую любовь к жене. То есть, верность. Бог поощряет такое поведение. Даже человек не знает, что есть Бог, он, когда верно себя ведет, у него правильные мотивы, то человек все равно остается сильным, достойным, позиция достойная. Если девушка привязана к мужу, она говорит, я без него не смогу жить, у меня дети, там работы нет, он работает, я одна в Америке, грин карты еще нет, как я одна останусь? Вот. Надо как-нибудь к нему подвязаться, чтобы он не бросил. А может? Нет, еще хуже будет. Потому что, она становится некрасивой, она становится зависимой, слабой. У меня, разок, такая интересная ситуация была, в Москве, две женщины сидели рядом, обе поднимали руку, незнакомые, друг с другом. Она говорит, у меня муж изменять мне начал, нашел себе другую женщину. Я его пытаюсь любыми силами вернуть. Я смотрю, она, у нее чувство, собственно, достоинства вниз пошло, она себя теряет. Я говорю, вам не надо любыми силами его вернуть. На вас действует жестокая судьба, когда действует жестокая судьба, ее цель, судьба всегда нас учит, ее цель, не научить вас возвращать мужа, ее цель, вас поднять на более высокую, высокий уровень веры. И когда, поэтому, когда действует жестокая судьба, человек должен научиться сохранить себя, в контакте с Богом, с добрыми людьми, с природой, человек должен выстоять удар, несправедливость, он должен стать сильным. И вторая девушка, она говорит, я не знаю, Олег Геннадьевич, вот тоже подняла руку, она говорит, я не знаю, что делать. У меня муж тоже изменил, ушел от меня, живет с другой, я хочу его вернуть, но я ничего не делаю, я не знаю, что делать. Я говорю, вам надо сохранить себя сейчас, молиться, чтобы, она говорит, что это значит вообще? Я говорю, вы должны чувствовать себя хорошо без него, хоть вы и хотите его вернуть. Вы должны чувствовать себя сильно, как будто вам все нормально и одной. Она говорит, ну как мне одной нормально, у меня муж ушел. Я говорю, Бог является главной опорой, не человек. Молись, попытайся почувствовать природу, природа дает силы психофизические, вот когда стресс наступает, человек спать не может, есть не может. Это аскезы на природе дают возможность спать, есть, жить. Дальше добрые друзья нужны. Иди к добрым друзьям, поддерживай свою силу с ними в отношении. Это даст тебе силы. И самое главное, это память о Боге, это прям наполняет. Вот чувство собственного достоинства именно от Бога питается, или от себя. У него два способа питаться. Люди в основном от себя питаются, они себя поддержат в самовнушении. Мне все нормально, все хорошо, погоди, все спокойно. И так человек живет потихоньку, пока не стукнет по башке. А потом раз, и самоуверенности нет. А другой способ подпитки не выработан. Когда человек подпитывается Богом постоянно, то его вышибло из седла, а он как бы нормально. Ну, это выглядит примерно так, как «Белое солнце в пустыне» фильм. Там все угорали. Почему? Потому что, кинокомедии, потому что все выглядели очень достойно. Допустим, там Сухов начал откапывать этого Саида. Он такой, даже глазом не дернул такой. И он прощает сразу. Говорит, «Тя, кто закопал?» Абдулла. Он так не злится. Спокойная позиция такая. И смешно становится. Как человека закопали, он ему все равно. Или эти сидят мужики там. Динамит взорвался, шапки слетели, они хоть бы хны. Достойная позиция такая. Все смело себя ведут. Там динамит бросили, закурил, назад бросил. Потом начали дружить. Никто ни на кого не злится. Все нормально друг друга от нас. Это признак божественной силы. Человек не может так, под влиянием смерти, вот этих всех влияний, сил этих, не может оставаться спокойным. Но когда человек остается спокойным, это божественная сила. И эта женщина вторая обладала способностями. Она реально была сильным человеком. И разумным. Я объяснил все, что делать. Та не вернула мужа. А это на следующей лекции опять поднимает руку. Я ее запомнил. Говорю, как у вас дела? Она говорит, я достигла этого, что вы сказали. Он меня бросил, а мне хорошо. Я чувствую себя нормально, мне хорошо. Я думаю о Боге каждый день. Совершаю аскезы, дружу с подружками. Я чувствую себя отлично. Что дальше делать? Я говорю, общаться. Она говорит, но я не могу с ним общаться. Он козел бросил меня. Мне противно даже о нем думать. Я говорю, а вы помолитесь, чтобы сначала спокойствие в сердце пришло по поводу мужа, а потом способность с ним разговаривать. И она так промолила это все. И на следующую лекцию приезжаю туда, в Москву. Смотрю, она руку поднимает. Я говорю, ну как у вас дела? Она говорит, да я с ним начала взаимодействовать, как вы сказали. И он говорит, как у тебя дела? Я звоню, я говорю, у меня хорошо. Он говорит, а что у тебя хорошо? Она говорит, а что у тебя хорошо, то у меня хорошо. А он говорит, а что у тебя кто-то есть? Она говорит, да. Он мне в гости приехал, начал расспрашивать, кто у меня смотрит. А ей хорошо, она румяная, такая счастливая. И он встретил, такая счастливая, веселая. Он обалдел просто. Так он бросил любовницу, вернулся к жене. Такая корова нужна самому. И выдаешь сзади, и станет другая. Вот и вся история.